Здесь включено все, да, ребята? Добрый вечер. И та, и другая сторона в несколько измененном состоянии. Мы уже познакомили и ту, и другую сторону, что вместо представителя департамента, исполняющей обязанности Ирина Викторовна, и у нас Яна Сергеевна, третий член инициативной группы, сегодня вместо Владимира Викторовича. Мы на прошлом заседании обсуждали вопрос, первый, который звучал так. Возможности, перспективы и условия устройства детей в дошкольной образовательной организации в возрасте от полутора до трех лет. Для обсуждения этого вопроса потребовалась дополнительная информация. В обозначенные сроки администрация города, департамент в частности, предоставили эту информацию. У нас была сейчас возможность уточнить всю информацию, предоставили. И с учетом имеющейся информации о возможностях и перспективах устройства в детей в дошкольной образовательной учреждении этого возраста, мы можем, в принципе, начать обсуждение. Единственное, по итогам первого нашего раунда мы договорились, что уточним некие правила проведения наших переговоров. У нас есть уполномоченные от группы родителей, у нас есть представители органов власти, вместе с вами еще имя отчества. Марина Николаевна, тоже полноценный участник переговоров. Марина Николаевна, а фамилия ваша? Постникова. Вот у нас, получается, есть уполномоченные и от органов местного самоуправления, и от родителей. Если возникнет необходимость присутствующих за стеклом участников или от родительской общественности, или от администрации, мы организуем такую возможность консультации, но в переговорах участвуют именно те, кто сидят за столом. Это первое. Второе. У нас возникла необходимость уточнить одну ситуацию. Когда начинаются переговоры, прекращаются всякие публичные действия. Я хотела бы уточнить, та петиция, которая сегодня гуляет в интернете от родительской общественности города Перми, она организована иными общественными организациями или вашей? Потому что это не... В интернет-сообществе сегодня идет подпись жителей Пермского края за сохранение маминого выбора. Идет просто вот, ну вот, кликание подписи по этому поводу. Я просто... Нами был запущен до начала митинга, который был 20, а вот это голосование за сохранение маминого выбора. Значит, я не знаю, наше это или не наше, потому что существует дублирующих различных инициатив, и мы просто физически можем... Если вы дадите ссылку на вот эту вот петицию... Их несколько, потому что... Просто их несколько на самом деле было. Вот. На чейн-шорк у нас такая петиция была. Значит, там порядка пяти тысяч подписей за сохранение этого маминого выбора и за возможность посещать ребенка в детский сад. Вот. Значит, эту петицию сейчас мы не мусируем, ее не раскручиваем, она просто есть. То есть, и все. Я почему об этом говорю? Потому что ведь переговоры – это возможность о чем-то договориться. Если параллельно идут вот такие обращения к людям, они надеются на то, что это инструмент, который позволит им решить как-то... А как мы договоримся в процессе переговоров, мы еще не знаем. Поэтому мне кажется, вот корректно здесь на переговорах, в крайнем мере, по вашей организации сказать, что вы все-таки сторонники переговора для того, чтобы прийти к какому-то согласованному решению. Мы эту свою позицию обозначили. Тот митинг, который проводила еще одна другая организация, мы отмеживались от тех людей и тех людей, этой организации, которые проводили, мы сказали, что наша организация в этом митинге участвовать не будет, и от нашей организации никаких выступлений в этой части не будет. Ну, я не буду объяснять, почему, потому что у нас свои аргументы, вот того, кто там проводил... Конечно, это ваше право, мне просто надо было понять, как нам двигаться дальше. С учетом параллельной работы, или как мы начали переговоры, так и продолжаем. Я поняла, что мы переговоры продолжаем. Спасибо. Еще одна вводная, это Екатерина Владимировна, для вас, то есть в это время изменился порядок комплектования детских садов, мы обсуждали вопрос, это тоже новая вводная, изменившая некие правила. Мы договорились, что все-таки обсуждаем первый вопрос, не касаясь пока этого, не касаясь этого нового документа. На сегодня у той и другой стороны нет сомнений в том, что мы готовы обсуждать первый вопрос. Начинаем, да, и тогда уже с учетом имеющейся информации, какая из сторон, что может сказать, может быть, те, кто готовили, информацию с учетом вопросов, которые звучали накануне по уточнению информации. Все-таки, какие у нас на сегодня есть возможности, вот так может быть коротко и тезисно, какие у нас сегодня есть возможности реальные для устройства детей в возрасте от полутора до трех лет дошкольной организации в 2014 году. Вот есть статистические данные, которые я... То есть вы решили первыми начать, да? Нет, просто как обратно... Да, пожалуйста, хорошо, у нас представители родительской общественности, пожалуйста. Микрофон передаем, извините. Нужны микрофоны, да? Значит, мне, как родителю, стало понятно о том, что в муниципальной сети есть 1653 места для детей до трех лет. Значит, в частной сети, с учетом того, что есть и появится вновь, у нас есть 543 места. Плюс, это вот то, что конкретно, значит, плюс есть пока непонятное, что будет у нас с количеством детей, которые с полутора до трех лет могут пойти в образовательные центры детские, которые сочтут или не сочтут участвовать в субсидировании. Вот, и плюс у нас нет информации, которую мы запрашивали по поводу того, какое количество групп кратковременного пребывания в муниципальной сети с питанием готова муниципальную сеть пригласить. То есть у меня на сегодняшний день складывается такая картина. То есть 1653 плюс 500, да, 2196 есть гарантия того, что вот это количество детей смогут попасть в муниципальные детские сады. С другой стороны, у меня есть другие цифры. Значит, 16700 дети, которые останутся без выплат и без возможности посещать детские сады, вот именно с полутора до трех лет. У меня возникает внутренний поначалу, как у родителей, конфликт, что будет с теми родителей, которые изъявят желание отдать своего ребенка с полутора до трех лет в муниципальную или частную детскую, частную сеть, да. И каким образом департамент образования собирается решать вопрос, когда такие родители появятся и уже появляются. Вот у меня здесь пока, вот по нашим данным, их будет немного, кто захотят вот именно воспользоваться такой услугой. С полутора до трех. Вот, к нам постоянно обращаются родители. Это мамы-одиночки, которые на самом деле, вот, у них большая на сегодняшний день проблема. Они не являются категорией, вот, это льготная категория. Родители, к которым нужно выходить на работу, вот, то есть, что с ними и как будет происходить. То есть, первая волна тех, которые себя уже проявили, это, их будет, ну, может быть, человек 200-300. Вторая волна, которая может появиться после того момента, когда как раз отменят вот этот мамин выбор. И каким образом вот тут вот этот вопрос будет. Я ответа на сегодняшний день пока для себя не нахожу. Понятно, что появится какая-то группа, количество групп предковей в ином пребывании. Вот, ну, ввиду того, что опять нет информации, да, чтобы понимать, куда двигаться. И вот эти вот вопросы возникают. Дальше, следующий вопрос, который мы запрашиваем. Сейчас, минуточку, мы зафиксируем этот вопрос. Вы опасаетесь, что общее количество родителей, у которых дети такого возраста есть, 16 тысяч, что среди них будет несколько сотен или десятков семей, у которых будет необходимость устройства, но то, что предложено, будет недостаточно. Будут ли какие-то исключения для каких-то категорий и за счет чего? Я правильно формулирую ваш вопрос? Как один из вариантов. Тогда я попрошу этот вопрос зафиксировать и вместе подумать, как можно с этими категориями определяться. Второй ваш вопрос, пожалуйста. Второй, значит, вот по поводу количества родителей, извивших желания. Мы бы хотели получить эту цифру, какое именно количество. Нам в прошлый раз озвучивали 4 тысячи вот этих родителей с полутора до трех лет, которые вот именно желают пойти на... Это один момент. Вы говорите, что в процессе комплектования. Но два варианта есть. Или родитель уже заранее изъявил свое желание, и это статистически, да, она есть уже, департамент образования, она есть. Вот. Либо вот когда родитель сейчас до периода комплектования придет и напишет заявление, что мне вот сейчас уже нужно. То есть другого пути нет. То есть часть родителей уже заявили, и это должно быть учтено в департаменте образования, а часть могут прийти вперед комплектования. Могут сейчас прийти, завтра прийти и сказать, что вот мне надо сейчас. Ну, то есть вас интересует все-таки, есть какая-то цифра уже заявивших свое право, и каким образом это вычленяется или учитывается. Это второй вопрос. Пожалуйста, еще. По поводу вот полученной информации. Ну, мы дальше уже на субсидии переходим. Значит, вопрос экономического плана. Значит, у нас субсидии для детей с полутора до трех лет на сегодняшний день, согласно нормативным документам, в частным детским садам выделяется 7781 рубль, а муниципальную сеть 5972 рубля. В связи с чем такая разница и чем это обусловлено? Вот у меня вот такие данные есть по поводу финансирования. Ну, это из информации, которая представлена, поэтому надо просто пояснить, как складывался этот норматив, хотя там есть норматив присмотра и норматив образовательной услуги. Вы говорите, две цифры, и та, и другая относятся к образовательной услуге, оплате ее, да? Да, да, да. То есть, получается, одну и ту же услугу, но за разные деньги получают. 5972. Это вмест на одного ребенка с полутора до трех лет в муниципальной сети. Это сведения, которые представлены нам сюда, на переговоры? Нет, нет, это у меня есть данные, а у вас какие данные? Вы там не станете. А, ну, я просто, может, у вас есть сейчас, вы можете. Вы берете эту информацию из представленной, да? Нет, нет. Вторая цифра, которая есть у нас, что муниципальная сеть финансируется с полутора до трех лет. Один ребенок в месяц. Я понимаю, я просто не в том, что нам нужна эта информация, а в том, что у нас есть информация, разница в цифру. Либо вы, да, подтверждаете, и есть такая разница, либо мы предоставили недостоверную информацию, а если это достоверная информация, почему такая разница? Ну, вопрос закономерия надо просто понять по нормативам, почему так, почему по-другому. Может быть, это разные источники, например, краевой бюджет выделяет столько-то на частные образовательные услуги. Уточняйте, пожалуйста, это нетрудно, я думаю, да, уточнить. Еще есть вопросы, которые помогли бы нам двигаться дальше? Так, дальше по предварительному комплектованию, значит, на этом можно затронуть. Мы сейчас затрагиваем, да, субсидирование частных детских садов сейчас. Я думаю, давайте мы пока не про экономическую сторону, а по организационную все-таки, вот как вы считаете? То есть пока не финансовая составляющая, а больше пока берем организационную. Ну, вот на данный момент пока у нас все. У меня Викторовна есть возможность, вот по, я думаю, так же, как и родители озабочены тем, чтобы как можно большее количество детей дошкольного возраста получило образовательную услугу. Вот что на сегодня можно сделать, чтобы по прогнозу родителей, не попадающие в это количество, хотя это пока не подтвержденный отрицательный прогноз, но опасения есть. Вот, может быть, у вас более точный прогноз, пожалуйста, если можно отвечать на вопросы родителей. Что касается, ну, подсчетов, что ли, родителей, да, они абсолютно правильные. По детям от полутора до трех лет, да, действительно, столько мест, как вы и посчитали, готовы предоставить мы в муниципальной сети, и столько мест готовы предоставить негосударственный сектор для оказания этих услуг. Что касается услуг четырехчасового пребывания, то в настоящий момент мы их тоже рассматриваем для детей с трех до семи лет. То есть то, что вы посчитали, это, в принципе, весь объем, которым мы располагаем для маленьких детей. Претендовать на эти места, ну, по сложившейся уже практике, да, могут те родители, которые имеют федеральные льготы. То есть мы льготы свои не устанавливаем. Да, да, просто количество федеральных льготников, ну, так складывается, да, вот оно примерно вот такой емкости и есть, да, то есть порядка 1600 мест. До тех пор, пока у нас не будут устроены все дети с трех до семи лет, мы, к сожалению, не можем двигаться в более младший возраст. То есть, ну, вот если вот объективно, то это такая информация. Что можно в этой ситуации сделать? Мы не только в этой информации, но в том числе и перспективы с нас. Мы будем развивать все равно направление четырехчасовое, да, то, что мы говорили в прошлых переговорах. Продолжаем создавать новые места в муниципальной дошкольной сети. 2853 места в этом году и 1665 мест в следующем году. А 2853 места, это предварительный прогноз? Нет, это наши планы на открытие новых мест в муниципальной сети. В 2014 году речь идет пока о полноценных группах. То есть, мы планируем выкупить три новых детских сада, а остальное все за счет семь, насколько я помню, семь зданий восстановить, которые были брошены. И небольшое количество за счет перекомплектования, ну, внутри садика. 2853 и 1665 в следующем году. А можно уточнить, а что такое перекомплектование? Открытие дополнительных групп в детских садах за счет площадей, которые были под доп. образование. То есть, там хореографические классы, там еще какие-то были помещения, вот за счет вот этого. То есть, это для детей с трех лет? Это все. Ну, мы будем все равно комплектовать по возрасту, понятно, с учетом того, что если потребность трех лет так не закрыта, то все места пойдут по возрастам. Как порядок комплектования у нас есть, так и есть. Три новых детских здания мы выкупаем, и из реконструкции семь зданий, насколько я помню. Всего в 2014 году мы планируем открыть 2853 места дополнительных. И плюсом к этому мы еще рассматриваем четырехчасовую услугу. Это уже в имеющихся детских садах. И пока в наших планах порядка тысячи мест дополнительных. Порядка тысячи мест дополнительных. То есть, семьсот уже есть в сети, да, и тысячам плюсам, да, и ребятам? Да, это муниципально то, что отмечает. Это тоже для детей с трех лет? Это все будет комплектоваться по возрасту. Если мы закроем с помощью этого потребность трех лет, то, конечно, мы будем предлагать следующему возрасту. Более младшему возрасту. Все по возрасту. Мы про принципы комплектования не говорим, да, это основной принцип, у нас идет дата рождения. Вы были на консультативном совете, вы знаете. Мы его сохраняем. И в новом документе мы этот принцип сохраняем. Прогнозы Ваши по количеству детей с трех летнего года соблаждающихся. Акс. Понятно, что не все в детской саде отдаются детей, но тем не менее большинство, скорее всего, да? С трех лет, конечно, да. Ваши все-таки прогнозы, это может что-то остаться? Или пока говорить просто сложно и надо ждать консультации? Мы посмотрели миграцию за 13-й год. В город Пермь приехало порядка 11 тысяч человек плюсом по миграционному притоку. Получается, что если раньше у нас в Перми рождалось порядка 9 тысяч детей, в прошлом году, позапрошлом году это было 11 тысяч детей, то в 13-м году рождаемость и прикрепленные дети у нас зафиксированы на пороге 14 тысяч. То есть, соответственно, за счет увеличения рождаемости, за счет миграционного притока у нас порядка 2 тысяч детей ежегодно маленького возраста, то есть одного года рождения, прибывает. Соответственно, если умножать это на 6 лет, то это получается порядка 12 тысяч ежегодно. Ну, получается, если взять полностью дошкольный возраст, да, там, предположим, с года до 7 лет, то есть это 12 тысяч, как бы, приход, ну, как бы так, в дошкольную сеть ежегодный приход плюс. В смысле, это каждый год увеличивается на 12 тысяч? Или в среднем 12 тысяч это ежегодно? Увеличивается, увеличивается. На 2 тысячи увеличивается. Увеличивается ежегодно на 2 тысячи. Детское население Перми. В одном возрасте. В одном возрасте детское население Перми увеличивается ежегодно на 2 тысячи. В одном возрасте это имеется в виду по категориям? Это имеется в виду 11-го года рождения. Вот в 13-м году родилось и зарегистрировалось 14 тысяч детей. 12-го года рождения у нас было 11-го. Поэтому говорить о том, что все наши усилия все равно уходят на то, чтобы, развивая муниципальные сети, увеличивая расходы на содержание, даже муниципальные сети, помимо восстановления содержания сети, мы все равно все время откатываемся к трехлетнему году. Если миграция каким-то образом изменится, потому что основное все равно, то есть мы прогнозируем как бы рождаемость с учетом населения, переменность с учетом миграции, мы все время начинаем. То есть мы с тобой, что все усилия, какие бы не приводились, все равно покрывают только трехлеток, а на полутора годоваликах практически уже ничего не остается. Совершенно правильно. То есть этот прирост, который вы делаете, он кое-как успевает покрыть трехлеток? Да. В связи с этим у меня вопрос. А планируются все-таки вот такие очень конкретные встречи на возможную перспективу увеличения мест в частных дошкольных образовательных учреждений? Еще раз повторю вопрос. У них весь спектр возможностей в зависимости от законного образования не предлагают любые услуги, четырехчасовые в том числе. Если в целом у нас в частной сети порядка четырех тысяч детей, то 12-часовую услугу получают порядка двух тысяч детей. Все остальные дети получают услуги кратковременного пребывания. Мы фиксируем это за счет того, что заявляются на субсидию на 12-часовую услугу порядка двух тысяч. Все остальное мы так понимаем, что это группы кратковременного пребывания. И вот эта разница в детях вот это говорит. Что касается частной сети, у нас есть ассоциация сейчас частных детских садов. Есть рабочая группа под председательством господина Уткина. Мы с ними встречаемся. У нас есть определенный уже разработанный документ, так называемая концепция развития сети дошкольных частных учреждений. Сейчас готовим отчет за 2013 год и делаем программу социально-экономического развития города Перми. Это будет отдельный раздел по дошколке. И будем все равно включать туда те мероприятия, которые рабочая группа выработала для развития частной сети. Если субсидия четырехчасовая будет, посчитаем, сколько это нам надо для муниципальной сети. И постараемся туда включить частную сеть тоже. Есть ли еще вопросы? У меня вопрос по группам кратковременного пребывания. Насколько я знаю, сейчас в муниципальной сети группа кратковременного пребывания существует. Верно? И я правильно понимаю, по новому закону об образовании, департамент, если не может предоставить место на полный день в муниципальном детском саду, он обязан предоставить только услугу образования. Все верно? Группа кратковременного пребывания в муниципальных детских садах оплачивают родители или департамент образования субсидиями. Так же, как, например, в частных. В настоящий момент в тех детских садах, в которых есть группы кратковременного пребывания, они работают как платные дополнительные услуги. Но то, о чем мы сейчас ведем речь, те услуги, которые будут открываться в муниципальных садах, они будут как за бюджетное финансирование. То есть мы сейчас введем расчет стоимости этой услуги, четырехчасовой, и они будут точно так же получать финансирование на эти группы. То есть пока это платная услуга, мы планируем это сделать бюджетно? Потому что нет сейчас четырехчасовой услуги в муниципальных детских садах. Мы не рассчитывали эту услугу, мы не считали, пока по ней методику не формировали. То есть мы сейчас только к этой ситуации приходили. То есть она была бесплатная? Она была бесплатная. Она наоборот была. Мы планируем ее сделать за счет бюджета. А где это вам надо подготовить нормативную базу и вынести на Думу? Да, на дополнительную финансирование. Это может быть сделано по итогам квартала или по угоду? Ну, мы с бюджетом на Думу выходим вообще в ежемесячном даже режиме, да? Поэтому как только нормативные документы будут готовы, мы поймем источник финансирования, мы сразу выйдем. А может ли у нас есть примерные сроки? Ну, для нас-то принципиально к первому сентябрю уже начать оказывать эту услугу. Поэтому мы сейчас рассчитаем. Ну, июль, Дума у нас гуляет, да? По планам в июне все равно выходить. Иначе мы не успеем. То есть краткий срок, это ее последнее, вернее, да? Ну, теоретически, конечно, можно и в августе, но мы ставим пока значу себе на июле. То есть я правильно понимаю, что когда в мае начнется вот такой прием за комплектование, то вы уже в том числе будете ориентироваться, сколько вам нужно будет финансовых дополнительных затрат, да? Ну, мы как минимум к этому периоду будем понимать адреса, где детские сады готовы. Какая-то услуга пока были, да? Получается, что... Крементировать группу. Начнем их лет, в летний период мы их начнем экспериментировать. И параллельно будем садить. По крайней мере, у нас точно уже будут заявки, на какой садик востребован с такой услугой, сколько примерно потребностей будет? Вот не раз звучал вопрос, и в предыдущей встрече и сейчас, что делать, если у кого-то безвыходное положение. Там, для примера, приводилась, допустим, одинокая мама, у которой ни родственников, никого нет. У нас одинокие мамы разные бывают. Мы это прекрасно понимаем. Некоторые просто брак не оформили. Например, живут в гражданском браке, формально они являются одинокими мамами. А есть те женщины, которые действительно в одиночку воспитывают ребенка. И вот выйти на работу или нет. Или там семья малоимущая, которой нужен доход, и маме нужно выйти на работу, чтобы был дополнительный доход. Вот какие-то исключительные случаи продумывались в департаменте или администрации? Или вы, вот как бы реально прогнозируя ситуацию, вообще не видите никаких исключений? Ну, малоимущие у нас остаются на мамином выборе, да, точно так же, как и родители семей, находящихся в социально опасном положении. Конечно, никаких официальных, скажем так, да, норм у нас нет. Но каждую неделю на прием по личным вопросам приходят такие родители. Ну, это, ну, только в индивидуальном порядке. Каким... На самом деле, вот у меня в тот понедельник, да, приходила мамочка, которая, ну, вот понятно, что у него очень сложная жизненная ситуация. Она на грани там суицида находится. И мы, ну, посмотрели, что можно сделать. Предложили ей детский садик, где действительно есть место. Ну, она в Арджоникидзовском районе, где есть место, но у него нет денег доехать до этого места. Ну, поэтому вот сейчас посмотрели по заявлению, пока может быть. На время, вот пока там кое-кто ведь болеет, да, то есть вот на такие свободные, временно свободные, скажем так, места. Ну, это вот только в индивидуальном порядке. То есть, как бы нормативно ничего... Да, вот эта мамочка, как раз вот она была такого плана. Это социальное неблагополучие, прежде всего, а вот с точки зрения неполной семьи, тут проблемы. Тут проблемы, тут ничего официального сделать не можем. Потому что мы в этой ситуации нарушаем права других детей. А индивидуальное, конечно, решение там, действительно, когда сложная ситуация... Ну, я понимаю, что это все-таки единичное. Они возможны единичным решениям. Я понимаю, что это все-таки единичное случае с подтвержденным статусом социального неблагополучия, скорее всего. Ну, не всегда это подтвержденный статус. Иногда его могут подтвердить, да, а иногда нет никакой возможности в подтверждении. Еще один такой вопрос. Вы говорили о том, что сюда прибывают молодые семьи из других районов и городов Пермского края. Вообще, рассматривался ли вопрос о вкладывании других муниципалитетов в дошкольное образование детей, их детей, проживающих в Перми? Или эти механизмы неперспективны, на ваш взгляд? Или, может быть, проблема не в деньгах? Мы еще раз посмотрели этот вопрос после последних наших переговоров. Но, действительно, когда начинаешь разговаривать с муниципалитетом, там, понятно, что у нас первый конкурент – это Пермский район, он говорит о том, что люди прописаны в Перми, подоходный налог платят по месту работы. Люди даже не прописаны в Перми. По буху. Платят подоходный налог по месту работы, соответственно, его получает город Пермь. И пока вот эта ситуация не изменится, пока подоходный налог не будет по месту проживания, конечно, мы не можем договориться с соседними муниципалитетами. Хотя, конечно, Пермский район испытывает такое же сильное давление, как и мы. У них еще, может быть, даже несколько тяжелее ситуация, чем у нас, потому что у них сеть просто была гораздо меньше, чем в Перми, и для них это тоже очень проблемная зона. У них тоже очень сильно растет население, то есть люди приезжают и в Пермский район, и для них тоже как бы очень тяжело. Поэтому пока не изменится ситуация по налогообложению, конечно, с муниципалитетами, с соседними разговаривать будет очень сложно. Ну и потом мы понимаем, что эта миграция все равно как бы с учетом развития города Перми, и мы как Центр притяжения никогда все равно от нее не избавимся, это же понятно. И даже заинтересованы, потому что сюда ехали. Ну да, мы перескочили, уже, конечно, рубеж миллион, слава богу, поэтому мы заинтересованы. Лишь бы экономика росла, лишь бы рабочие места были, чтобы это все не упадало в занятость, в незанятость, правильно сказать. Мы обозначили, я думаю, что представленная информация показала возможности возрастного подхода к устройству, получила, судя по информации, комплектование групп, там есть несколько групп, и совсем маленьких, и небольшое, но количество детей этих есть. Что в этой ситуации еще можно сделать? Можно ли поискать какие-то варианты? Давайте все-таки на этом поле поработаем вместе, и та, и другая сторона. Какие это варианты вы поискали? Может быть, в родительской общественности есть там примеры других, территорий, просто креативные родители что-то предлагают? Но мы действительно сталкиваемся с проблемой, что здесь и сейчас одномоментно эта проблема не решается. Что тогда делать дальше? Иными словами, есть совершенно очевидно, существует ряд структурных, так скажем, объективных факторов, которые в той или иной степени, в значительной степени влияют на объективную возможность устройства детей с полутора до трех лет, то есть в учреждениях дошкольного образования. Департамент образования и администрация продемонстрировали те варианты, которые на сегодняшний день предложить возможно и реально. Давайте обсудим. Проблема есть, и проблема очевидна, да? Есть заинтересованность ее решить. С учетом тех структурных факторов, которые, к сожалению, в ближайшие два дня и до 1 июля вряд ли мы сможем кардинальным образом поменять. Как в этой ситуации можно в той или иной степени обеспечить? Либо остро нуждающихся, либо какие-то могут быть возможные варианты. Что в этой ситуации может родительская общественность сделать? Что предложить? Что-то вам даст? Я понимаю, что это звучит смешно, но все на самом деле упирается в деньги. То есть ограниченность городского бюджета не позволяет ускорить данный процесс. А тогда, извините, ваше утверждение мы попытаемся сейчас переадресовать. В первый день и сегодня эта причина не звучала. Поэтому раз вы утверждаете, что все подвигается медленно, потому что нет денег, давайте мы зададим вопрос. Это главный фактор ограничения ресурсов? Что мешает строить детских садов в три раза больше и что мешает на сегодняшний день обеспечить возможность устройства детей с полутора до трех лет? Кроме приоритетного. На сегодняшний день получается, что у нас нет законных оснований требовать или настаивать, чтобы заказчики и застройщики, которые разрабатывают новый микрорайон, там как Вышка-2, Авиатор и так далее, строили социальную инфраструктуру. То есть участки земельные мы резервируем. Мы их, конечно, за собой сохраняем, но получается, что застройщики не заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры, то есть в том жилье, которое они продают. Их задача минимизировать стоимость квадратного метра. Люди, покупая эти квартиры, видимо, не сразу задумываются о том, что нет социальной инфраструктуры. И понятно, что так как стоит задача ввода жилья максимального, и мы вводим порядка 500 тысяч квадратных метров ежегодно, по-моему, даже в 713 году могу здесь немножко цифру не точно уточнять. Соответственно, развитие социальной инфраструктуры за этим просто не успевает. То есть мы сейчас отработали технологию выкупа детских садов. В ближайшее время изменился 44-й федеральный закон. Нам нужно сейчас будет поменять правила игры по выкупу этих детских садов. Мы строим 7 детских садов с заказчиками, застройщиками, и мы с подрядчиками, которые строят эти сады за свой счет, мы договорились. Но, к сожалению, это не все те застройщики, которые строят жилье. Есть несколько организаций, которые взяли на себя обязательство построить детский сад. В течение двух лет их фактически не выполнили. Нам пришлось менять, даже по тем земельным участкам, которые были выделены, пришлось менять подрядчиков и подписывать соглашение с другими строителями города Перми. Поэтому ситуация не очень простая. То есть, может быть, даже не все, правильно выговорить, упирается в деньги. Потому что есть еще чисто организационные моменты, когда берутся, не строят. Экономическая ситуация у них меняется, не начинают строить квартиры. Ну и потом передача земельных участков по акту выбора. Много было желающих заявлялись на эти участки. Поначалу даже муниципалитет выделял эти земельные участки. Реально никто детские сады не построил. То есть, мы сейчас эту ситуацию регулировали, закрыли возможность получения земельных участков по акту выбора. И, наверное, начинаем отрабатывать честную схему выкупа детских садов. Я правильно понимаю, что есть некое стремление и попытка решить вопрос недостаточности бюджетного финансирования за счет привлечения, ну скажем так, социально ответственного бизнеса? Ни одного примера социально ответственного бизнеса я не знаю, кроме Реновы и Лукоила. Все остальное мы говорим о том, что мы бизнесу предложили схему, когда они строят детский сад, а мы у них выкупаем уже готовое здание. Вот семь детских садов мы по такой схеме как бы отрабатываем. Просто были проблемы с тем, что бизнес заявился на такую схему, а в итоге за два года ничего не сделал. Вообще в стандартах отношения государства, муниципалитета и бизнеса есть стандарт взаимодействия при договоренностях по наиболее сложным вопросам социальным, в том числе по развитию направлений социальной ответственности бизнеса, в котором нуждаются жители того или иного города или края. У нас получается, что собственно пермский строительный сектор в этих процессах не участвует. Хотя вот если посмотреть примеры бизнеса, в том числе строительного, в других регионах, там просто некое правило, корпоративное правило, там, например, в той же Москве это строительство, обязательное выделение в каждом из построенных домов, например, там, подъезда для инвалидов, социальное жилье, которое потом на разных, по разным основаниям, оно, какая-то часть, она может быть благотворительной, но в большей степени, конечно, выкупается муниципалитетами для этой категории граждан. И все-таки, Екатерина Владимировна, на ваш взгляд, может быть, вот какое-то, в том числе, публичное обсуждение с пермским строительным бизнесом этих возможностей, это может быть или нет? Дмитрий Иванович сейчас встречается с заказчиками, застройщиками, проводит такие совещания и встречи по новым микрорайонам, которые развиваются. Я думаю, что все равно они к чему-то договорятся, насколько публично, но это надо с ним разговаривать. То есть, возможно ли перевести это в формат публичных решений? Я просто думаю, что сами общественные требования я бы не сказала. Это дело в определенной степени добровольное. Но вот общественное ожидание, вот слово ожидание, мне кажется, очень здесь подходит. Чтобы пермский строительный бизнес подумал о том, как поучаствовать в решении очень острой проблемы в городе, мне кажется, это возможно. И тут ведь два аспекта. Либо по той схеме, которую предлагает город, развивать социальную инфраструктуру через строительство детских садов, либо в социальный пакет работающих во всех бизнес-структурах включать оплату, например, в частном детском саду детей, которые посещают. Там разные варианты. Либо я обеспечиваю детям своих сотрудников, либо участвую в создании социальной инфраструктуры. Вот я об этом говорю, чтобы со стороны это не выглядело, как разделение, там, или разделка шкуры неубитого медведя. Об этом говорю, потому что реальные практики такого социально-ответственного поведения бизнеса в других регионах существуют. И, может быть, ожидания пермяков могут быть сформулированы наряду с индивидуальными переговорами, которые ведет сегодня глава администрации города. Надо подумать, в каких форматах это передать лидерам строительного бизнеса в Пермском крае. Но это некоторое отдаленное будущее. И, наверное, важно, что мы и эту нишу каким-то образом смотрим. А что еще может быть? Мы говорили в прошлый раз. В территории, в строительстве, как раз в строительных организациях. Так вот, вся эта проблема в этом возникает. То есть, получается, что та сеть, которая есть, она уже заполнена. И вот когда мы говорим о миграции, мы же понимаем, что это люди, приезжающие на новое строительное, на вот это вот дешевое жилье, да, там, в которых отдаленных этих микрорайонах. А получается, что они квартиры-то как бы строят, а детские сады строить не хотят. Не хотят. Если не в микрофон, то, что, в который панель комплектов. Два года земельный участок держал, и так мы построим. А посмотрите, что он построил на Левшину, на Левшину, на Левшину, на Левшину. Очень толку. Екатерина Владимировна, а как, по Вашему мнению, возможно ли создание на территории субъекта или города каких-то нормативных рычагов, которые бы так или иначе, ну, условно, да, мотивировали, да, мотивировали строителей, значит, для создания социальной инфраструктуры? Ну, вот сейчас блок моего коллеги, что касается земельных отношений там, да, и имущества муниципального, как бы, по поручению главы администрации, смотрит, что можно сделать, ну, понимаем, что это будет непрямой нормативный акт, потому что прямого нормативного акта в такой конструкции быть не может. Сейчас поменяется земельный кодекс, посмотрим, может быть, там что-то даст нам возможность каким-то образом использовать новый нормативный документ. Ну, это, конечно, может быть, инициативой самого бизнеса. Я, например, два года назад была в том же Екатеринбурге, где Ренова строили целый микрорайон с детским садом, со школой, с детскими центрами творчества, с новой совершенной организацией жизни микрорайона. Это другие стандарты деятельности строительного бизнеса, которые пока не пришли в Пермский край. И вот мне, я вновь повторяю, это вот наше общественное ожидание, они должны просто заявляться тоже, потому что под горячий или просто под камень вода не течет, да, под лежачий камень. Поэтому все равно надо искать единомышленников наряду с органами местного самоуправления, еще и бизнес тоже. Я увидела в представленных информациях, что сегодня финансирование дошкольного образования фактически идет из двух источников – краевого бюджета и местного бюджета. Вот если бы у нас дополнительно еще появился, хотя бы точно, хотя бы экспериментально, мне кажется, я имею в виду в данном случае бизнес, это было бы тоже очень важно. А возвращаясь к тем ресурсам, которые есть, на прошлой нашей встрече мы еще ввели речь о возможности использования ресурсов центров развития. Есть ли там перспективы, готовы ли они работать по предлагаемым вами стандартам временного пребывания или пока не удалось провести с ними встречу? Нет, мы встречались с центрами, в принципе, они готовы оказывать услугу, но это будет зависеть вот как раз от нас, от разработки, вообще что это будет за четырехчасовая услуга, какова будет ее стоимость и так далее. То есть теоретически они готовы. Сможем ли мы... Не так, обсуждение было нет. А, не проект? Я писалась о том, чтобы центры отлицензировались на образовательную услугу, и могли получать субсидии, ну то есть, либо четырехчасовые в будущем, либо 12-часовые. Мы тоже встречались, и у нас разговоры шли в рамках, вот, в том числе подготовки документов по четырехчасовой услуге, и мы разговаривали с каждым центром о возможности получения ими лицензии. Медленно, но они в этом направлении движутся. И, ну, обещания у них тоже в этом плане есть. Как раз, ну, мы их, ну скажем так, немножечко, вот как раз именно четырехчасовой услугой их к себе и приблизили. Если они получат лицензию, то есть возможность получить субсидии на четырехчасовую услугу. То есть в этом направлении они, ну, планируют движение и в рамках наших встреч с негосударственными учреждениями. Там есть, потому что вот в рамках этого сообщества, как лицензированные, так и нелицензированные образовательные учреждения. Но гарантировать, сколько конкретно к сентябрю месяцу получат лицензию, мы, конечно, не можем. Ну, я вот созванивался, соединение участников, планируемое, да. Планируемое. Допустим, Хабаровская, 64, вдохновение. Значит, насколько я понял, я с руководителем разговаривал, она сказала, что да, им это интересно, но вот когда получим лицензию, ответ был такой, когда получим лицензию, тогда и будем разговаривать. То есть есть определенный риск. Вот я, допустим, если как предприниматель бы размышлял так, я потратил определенную сумму на лицензирование. Мне это возместят в какой-то части или нет? То есть бюджет будет мне это возмещать или нет? Был разговор с Захаровым, Николаем Николаевичем. Он тоже, как вариант, предлагает, да, вот я готов 100 человек взять в свои детские сады, у меня площадь позволяет, а мне компенсируют затраты, которые я уже понес? То есть частник, по сути дела, хочет не только ежемесячное финансирование по нормативу, который планируется ввести, да, субсидии, но дополнительные средства для того, чтобы свои уже понесенные затраты компенсировать. То есть у бюджета есть возможность финансировать образовательную услугу, а владельцы частных центров и детских садов говорят о неких дополнительных оплатах со стороны бюджета. Компенсация своих затрат, которые они понесли на получение лицензии. А на самом деле получение лицензии, это, ну, это недорогая услуга, насколько я знаю. Вот я хотела как раз уточнить, вся проблема о том, не в стоимости этой лицензии, а в приведении в нормативное состояние места, где будут находиться деньги. Да, затрат на, не сама лицензия, а затрат на приведение в нормативное состояние. Ну, все, что касается по четырехчасовой услуге, понятно, что они сейчас ждут нас, чтобы понять стоимость этой услуги, чтобы посчитать экономику процесса, да, сколько им нужно будет, да, сколько нужно денег на то, чтобы открыть эту четырехчасовую услугу, да, сколько мы будем компенсировать, да. А что касается двенадцатичасовой услуги, ну, я думаю, что здесь бизнес несколько все равно улыкает. Мы, конечно, рассматриваем варианты, связанные с тем, чтобы единовременно оказывать помощь при, или выдавать единовременную субсидию, правильно говорить, если они на открытие, как бы, если они открывают нам место, мы им выдаем единовременную субсидию за открытие этого места. Но тогда встанет вопрос, что, а сколько тогда будет субсидий за таких детей, да, то есть здесь нужно все равно баланс соблюсти, то есть мы не можем бесконечно поддерживать частный бизнес, это бизнес, мы можем только в рамках того, что это действительно, там, необходимо для их, там, развития и так далее. Но постоянно поддерживать, и перекрывать все их затраты мы все равно не сможем. Мы же, ну, на сегодняшний день они много чего хотят, они хотят у нас, и чтобы мы им снизили арендную плату до рубля, как в Москве, и дайте субсидию на открытие этого места, и субсидию за ребенка платить. Так это, например, те же самые затраты, чтобы построить новый детский сад. Ну, то есть, понимаете, как... Можно проще их строить тогда. Да, вот, то есть, все равно частники должны, то есть, движение-то должно быть тоже взаимное, да, то есть они свою часть на себе нагрузку насут, мы свою часть им компенсируем. То есть это же все равно в любом случае везде. Мы же ведь не лезем как бы в то, как до рубля они тратят эти субсидии, мы понимаем только основные направления, что это идет за ребенком, что ребенок стоит столько-то и так далее. Что если ребенок не ходит, мы не платим субсидии, это тоже понятно. Ну, я правильно поняла, что переговоры с центрами и детскими садами идут в постоянном режиме, и все равно у вас там готовность, неготовность людей, например, пойти в лицензирование, оно все равно предварительное есть некое. Предварительное есть, но по факту вот абсолютно правильно. Они говорят только, когда будет лицензия, тогда есть возможность о чем-то разговаривать. Но какого-то предварительного графика лицензирования этого нет, да? Потому что дело не в стоимости этой услуги по лицензированию, а действительно в подготовке помещений для того, чтобы они были реально приняты, до собрана ЦОРа. Можно вопрос разрушить? По поводу развивающих центров. Вот мы тогда беседовали по поводу... Нам нужно образовывать детей, так ведь? Может быть, еще раз смотреть услугу не только четырехчасового пребывания, а, например, вот занятия, которые проходят, их тоже субсидировать, трех, например, три раза в неделю проходят занятия с детьми. То есть, получается, вы говорите о том, что некоторые родители будут довольны тем, если услуга этих центров образовательная, по имеющейся у них лицензии, краткая из кратких, если можно так сказать, да, если эта услуга каким-то образом будет компенсирована. Конечно. Образование детей. Мы не рассматривали этот вопрос. Екатерина Владимировна, надо просто подумать. То есть, если говорить о какой-то... То есть, есть образовательная услуга по конкретным программам, и она разложена с вами на ежедневно четырехчасовые, часовое пребывание. Может ли по имеющимся программам в центрах развития также проплачивается услуга, только образовательная? Насколько она вписана в программы образовательная? На понимание образовательного услуга – это полномочия Пермского края. Пермский край предоставляет услугу, собственно, на образование. И она должна быть комплексной. Мы, во-первых, сейчас за крайние не можем ответить, да, это не наши компетенции, но уже сразу понятно, реализация стандарта дошкольного образования, она не может состоять из трех часов в неделю. Если по стандарту нужно определенное количество, в том числе и часов, и разных форм занятий, но пока вряд ли. Если они оказываются услуги в меньшем объеме, чем стандарт, который на сегодняшний день имеет цены на крае, то у них не целевое. Вот действительно, я хотела сказать, у края будет вряд ли это целевое. То есть, получается, меньше четырех часов в день, этого просто не может быть. От трех до пяти услуга кратковременного пребывания. И малышкам тоже три минимума. Да, которые интересуют с полутора до трех лет дети. У них тоже такой же. Давайте мы все-таки исследуем этот вопрос. Может быть, там действительно, время может быть гораздо меньше, потому что родители многих именно устроят развитие в качестве занятий. Ну, в любом случае, на Министерство образования надо будет... Ну, если ты больше рассматриваешь документы, то дальше помнишь. То есть, этот вопрос мы берем на проработку с Министерством образования. Потому что в противном случае мы огромное количество детей оставляем без образовательной услуги вообще. Давайте рассматривать все варианты. Я думаю, что Министерство образования в большей степени все равно... Знаю, как родители, наверное, сколько развивающих занятий мы не обошли, сколько развивающих центров. Где-то три раза в неделю по 45 минут с ребенком занимаются. И музыкой, и лепкой, и рисованием, танцами, и моторикой и так далее. 40 минут три раза в неделю. Полутора годового ребенка достаточно. Ну, если, конечно, родители не желают отдавать на полный момент. То есть, это общение с коллективом, также хотя бы выход из-за куда-то. Это развитие и это образование. И лично я могу сказать по себе, мы обошли с моей дочерью с возраста одного года до возраста два года девять месяцев. Мы обошли три развивающих центра. И везде были вообще довольны. И платили мы как раз из маминого выбора. То есть, изначально мы платили из своего дохода, а потом уже, когда стали получать мамин выбор, этого как раз было достаточно для того, чтобы покупать абонемент на занятия ребенку три раза в неделю в образовательных вот таких вот центрах. И если мамин выбор отменится уже, получается, этим летом, да, очень многие родители, могу вам сказать, вот лично моем мнении, очень многие родители вводят именно вот в такие заведения деток. То как продолжится это все, как продолжится эта образовательная услуга, потому что это вроде три раза в неделю ребенок получает общение, образование, там, да, развитие речи, развитие, там, музыкальных каких-то, танцевальных навыков. И если родитель просто не сможет оплачивать, так как у него не будет средств, то есть, что будет дальше? Огромное количество детей останется вообще без всего. Психологи говорят, дети с двух лет обязательно должны общаться со сверстниками. То есть, или мы их вообще без всего оставим, или рассмотрим такой вариант тоже? Мы рассмотрим этот вариант, понимая, что эти центры развития должны иметь лицензию на указание образовательной деятельности. Но с Министерством образования мы этот вопрос проработаем. Ну, насколько мы понимаем, этот вариант вы пока и с развивающими центрами еще не обсуждали. То есть еще, потому что не знаете, сколько норматив идет, да? Это о другом речи. Три часа в неделю или три часа в день? Три часа. Три часа в день сейчас отрабатывали, да? Не менее трех часов в день, получается. Да. Это очень много. Часа вот так. Тогда мы с Министерством образования исследовать эту ситуацию. То есть я верно понимаю, что край рассматривает? Именно край рассматривает такие варианты. Мы будем просить их это сделать. Их средства и полномочия. Нет, просто можно пояснить по пониманию. Вот смотрите, у нас получается закон образования, говорит, что у нас должно быть реализована программа дошкольного образования. Программа дошкольного образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами. Значит, программа дошкольного образования у нас в соответствии с стандартами определяется самостоятельно образовательным учреждением. Вот про те услуги, как вы говорите, пока на данный момент подвести их под программу дошкольного образования в соответствии со стандартом, финансовые полномочия, по которому у нас у государства в лице субъекта Российской Федерации Пермского края, пока мы не видим оснований. Либо это опять будет субсидия, которую по закону обязаны обеспечить, но в рамках стандарта дошкольного. Либо это опять дополнительно расходные обязательства либо края, либо города Перми, что опять идет к увеличению бюджета. То есть самое важное, вы должны понять, что обязанность у государства дать дошкольное образование в рамках стандарта. Все остальное это иные формы. Иные формы, это все идет на увеличение бюджета, соответственно, это проходит... Да, просто то, что вы говорите, относится к дополнительному образованию развивающей центры для детей от возраста от полутора до трех лет. Ну, посмотрим в любом случае. Но четко должно быть понимание реализации образовательной программы, реализации дошкольного образования. А в связи с этим, можно ли рассмотреть с учреждениями дополнительного образования новые форматы работы с молодыми семьями, где дети от года и там до трех лет. У нас есть клубные, клубы молодых родителей, но это такие некоммерческие организации, их не так много. А если есть у города потребность именно в развивающих коммуникативных навыках, общенческих навыках детей, может быть, такой заказ муниципальный сделать в системе дополнительного образования на малышек. Это вот посыл такой. Надо подумать, мне кажется, если потребность есть, то есть часть родителей пойдет в уже известные центры. Мы говорим о тех, кто платежеспособен, кто не платежеспособен. Нам надо, главное, чтобы была услуга, вы говорите о том, какие навыки надо бы, на ваш взгляд, развивать у детей малышек. Может быть, нам сориентировать на это систему дополнительного образования? Поисследуйте, проконсультируйтесь с руководителями. Мы по дополнительному образованию тоже прорабатываем вопрос, но если это там получится открытие, у них четырехчасовые услуги. Что касается то, что вы сейчас предлагаете, по типовому положению дополнительного образования с шести до восемнадцати лет у нас система доп. образования охватывает. Следовательно, они форму предложить, разумеется, могут, они люди креативные, творческие, но это для родителей будет не очень интересно, потому что они также будут предлагать их как платную дополнительную услугу, потому что по муниципальному заданию мы на эту категорию детей младше шести лет бюджетные средства выделить не сможем. То есть рассмотреть помещение, рассмотреть помещение, ну это труднопроходимая история, рассмотреть помещение для того, чтобы они вписались вот в ту четырехчасовую услугу, которую мы рассматриваем, и тогда это программа, и тогда это, и так далее. Я бы не требовала стандартов раздавать, я не могу рассмотреть в туке. А он вообще есть? Мы посмотрим, мы посмотрим. Надо посмотреть стандарты, Мы посмотрим, да. Потом надо определить на стандарте предоскольного определения провести а стандарты в туке. То есть определить некие условия, да, при которых возможно, вот, допустим, три-четыре часа в неделю, и так, чтобы это соответствовало стандарту для возможности финансирования на привлечении центров образовательных частных. Следует эта ситуация в учреждениях дополнительного образования? Мне кажется, что здесь все вчера было незыблемо, сегодня она может меняться, особенно если в экспериментальном каком-то формате начать, а потом, если это будет отработано, может быть, какие-то нормативные неожиданная схема дает очень хорошие результаты. И потом, я ведь так понимаю, что сама политика муниципалитета по увеличению количества места, она будет непрекращающейся, и поэтому вот тот дефицит, который сегодня больше, он все равно с годами будет чуть-чуть сокращаться, а значит, мы говорим о каких-то временных мерах в городе, которые требуют в том числе неординарных подходов и решений, и в том числе мы сейчас ищем возможные точки, где можно найти неординарное решение поискать. Пожалуйста. Я просто хочу акцентировать еще раз внимание на то, что да, спасибо, что вы рассказываете про стандарты, но если повернуться лицом к ситуации, да, и конкретно к родителям, ведь риск еще существует в том, что если мы сейчас действительно все варианты, как Тиана Ванна говорит, не рассмотрим, мы рискуем получить, скажем так, определенный период и определенное количество людей, которые вот не получили вот никакую образовательную услугу. Естественно, это мы получим, может быть, в какой-то степени не совсем полноценных граждан в каких-то моментах. То есть наша задача, чтобы этого избежать. Всеми доступными способами, и рассмотреть здесь надо абсолютно все возможностей. Если 23 лет, это... У нас нет обязательности дошкольного образования, как минимум. Но есть право, может, что... Право, да. Право есть. Ну, говорить о том, что если ребенок не ходит в детский сад, это как-то влияет на его развитие, ну, давайте не будем. То есть я понимаю, там, предшкольный возраст, да, а с 5 лет. Ну, тут понятие нормы, конечно, но относительное, но вот уже ни одна публикацию читала, если ребенок регулярно не общается с двух лет со сверстниками, это неизбежно является проблемой именно коммуникативного свойства. В дальнейшем ему приходится преодолевать. Поэтому они... Мы так называемые молодым родителям очень четко создавать свои внутренние коммуникативные площадки со своими друзьями. То есть сегодня так распространены практики, когда люди-сверстники прямо имеют там 4, 5, 6 семей, там, друзья мужа, друзья жены, это постоянная площадка общения с детьми. Я просто наблюдаюсь за многими молодыми семьями, у которых это сегодня в практике. Они сами организуют это общение или с родственниками, где много-много там двоюродных, троюродных, братьев и сестер. То есть это ответственность родителей, мне кажется, тоже должна быть, если вы речь ведете о коммуникациях со сверстниками, причем организованными. Мне кажется, очень важно учить молодых родителей создавать и организовывать вот эти коммуникации, там, не обязательно только праздники, да, но в связи со сменой там времен года. Я почему говорю, что так нужны клубы молодых семей, потому что они дают такие методики. я бы все-таки хотела сказать вот о чем. У нас здесь сочетаются как бы два права. То есть у нас есть право на образование ребенка, есть социальность тех реализации этого права, которые зависят от бюджета. И поэтому если только идет этот постоянный баланс, то, что ребенок должен пойти, но реализация этого права зависит от кошелька бюджетного. Вся сложность в этом. И когда вы говорили максимально ли город использует средства на решение этой приоритетной задачи, то, что в образовании есть, они, как видите, не ограничиваются тем, сколько сегодня получают частные субсидии. Они готовы расширять по факту вот у нас будет столько участвовать в этом детских частных секторах детских садов. Мы готовы это организовывать, мы просто скорректируем наш бюджет, но сегодня не звучит ограничение по оплате образовательной услуги, лишь бы была возможность места, где эта образовательная услуга может быть предоставлена. Вот, пожалуй, за последние годы впервые ограничение финансовое не звучит как первое. инфраструктура частная и не государственная вот ткань председания, которая как волшебная палочка не сбрасывает. Поэтому ищем разные варианты, как можно расширить эти места, куда детей могут не спередить. у меня в этой связи вопрос, наверное, в первую очередь к вам. Из всего того, что здесь было сказано, как я понимаю, на сегодняшний день две очевидные есть трудности. Первая трудность это возможность привлечения бизнеса строительного для участия в социальных программах и строительстве учреждения дошкольного образования. Вторая это возможность привлечения большего количества частных центров к лицензированию, дабы они попадали под те субсидии, которые на сегодняшний день есть. Что по вашему мнению или как вы видите участие общественности родителей или что бы вам помогло в этой ситуации? Возможно у общественности есть некие рычаги, может быть какие-то соглашения, обращения и еще что-то. что-то может сделать общественность родительская для того, чтобы было можно привлечь например для лицензирования или пропагандировать лицензирование, продвигать среди частных центров образовательных либо частных детских садов, распространять информацию, еще что-то, какие-то мероприятия. Что касается лицензирования, я даже не знаю, чем здесь родители могут убеждать, потому что вроде бы мы с ними работами неплохо, понимают. где эти учреждения или посещали их, поэтому нет возможности влияния на них, она почему нет, вы им предлагаете, родители, которые знают эти центры, они просто могут предложить не могут обратиться к ним с необходимостью, кстати, общественная организация с просьбой, что вы не процессы не может быть информирование какое-то, налаживание системы каналов информирования частных детских садов, либо частных образовательных центров о такой возможности, перспективах и планах. Насколько я понимаю, далеко не у всех есть информация, как у родителей в том числе, так может быть и у частных дошкольных образовательных учреждений. Что касается информации, то у нас с негосударственными образовательными учреждениями регулярные проходят встречи, я уже сказала, что раз в неделю мы с ними встречаемся, то есть информация у нас из первых уст происходит. Настоящий момент, например, для того, чтобы им улучшить ситуацию с лицензированием, мы сделали официальный запрос, но не мы, а в рамках даже той рабочей площадки, которая у заместителя председателя Пермской городской думы, в Роспотребнадзор, для того, чтобы уже, даже не по нашей структуре, а предоставили информацию, каким образом, быстрее и лучше. То есть я могу сказать, что системная работа ведется, через вас информацию доводит, но мне кажется, это будет более длительная ситуация, во-первых, вы можете, что-нибудь не так понимать, что у них создана ассоциация, друг другу они помогают, органы власти помогают, помогают в том числе, помогают в плане информирования, в том числе и надзорные органы, то есть у нас встречи с содержательного плана проходят, я здесь не могу сказать, что еще в рамках информирования нужно что-то делать, в плане, не знаю, это может быть убеждение, что вам, как родителей, было бы более понятно выбор того или иного учреждения, где лицензия это есть гарантия качества, то есть когда я буду выбирать, куда мне пойти, в этот центр или в этот центр, вы бы сказали, что да, мне интереснее, как родителю, где дают более качественную услугу, а лицензия это есть гарантия качественная, да, то есть и мы готовы продвигать на рынке ваш центр, потому что он имеет, ну вот, такую преференцию, нежели другое там учреждение, которое не имеет этот центр, да, ну вот в плане, не знаю, там рекламы, что ли, а вот что касается информирования, я бы уже, мне кажется, остановилась в рамках вот наших встреч, потому что они в районных отделах образования проходят, да, то есть довольно много встреч, конкретных проблем и так далее, по строительству, это бы, интересно было бы. интересное обращение родительской общественности к строителям, да, на четыре объединения или ассоциации, какого же города? ассоциации строителей, ассоциации строителей, может быть, попросить провести встречу ассоциации строителей и родительское общество? ну, это как бы одна из форм, она в принципе должна быть, потому что это один из ключевых моментов, нужно какое-то политическое решение, и уже на уровне, наверное, губернатора нужно такое проводить, там, это правительство, потому что, ну, нужно на самом деле политическое решение, пока не будет политическое решение, никто из бизнеса, ну, там, какие-то преференции необходимо озвучить для бизнеса, вот, участие во всем этом, вот, это важный момент, и оценивая вообще не радужные перспективы, без вот этого направления, работать, вот, его быстро не решить, то есть, фактор, вот, участие в бизнесе, фактор влияния федерального, в том числе, может быть, это идеально будет, то есть, этот вопрос нужно поднять, но сначала нужно, на ряду, где она, если он, губернатор проведет такое, вот, скажем, мероприятие, Жахаров, нам, на комиссионном комиссионном проведении, он с Жунковым вышел, когда, Никола, был с Кочером, уголоварят, кто-то вообще тысячи лет, не знаю, как это было, но его послали, то есть, вероятно, существуют какие-то механизмы, которых мы пока не знаем, но вот на том уровне это можно и сделать. Екатерина Владимировна, по вашему мнению, каким-то образом может общественность повлиять на ситуацию со строительным бизнесом? Если может, то как? Что можно сделать в этой ситуации? С каким-то обращением может выйти? в этой ситуации? Продолжение следует... что надо, чтобы и политические лидеры края каким-то образом более политически встают. То есть, может быть, забыть про все вот эти вот, как я не знаю, понимание противостояния, которые есть в крае, да? И, хотя это будет сомнение, если... Потому что... можно объединиться, решая одну очень важную ситуацию? Да. Хотя бы так. Понимаете, ну, на самом деле там очень серьезно. Просто касается всех. И с нашей стороны, может быть, как мы поэксперимизируем в этой площадке непримирения, хотя бы начать с точки зрения, да, ребята, проблема аховая. И вообще... Сошкольничество, да? Сошкольник, включенный, сош... включенный, вот это, вот по-хорошему, она должна быть. На федеральном канале тоже было, я не помню, кто выступал, с какой-то дозорью, но вот они тоже как застройщики и достаточно крупные компании тоже строят. И там социальные преференции, ну, наверное, какие-то аналоговые и другие преференции. Но это строится. Политические решения раз, и возможность провести такой очень важный. Кстати, Татьяна Ивановна, вот Вы сказали, в других регионах очень положительный опыт по поводу застройки. Может быть, они поделятся с нами этим опытом? Как вот это происходит? Очень интересно. У меня информация от моих студентов. Я веду курс, называется он «Социальная ответственность бизнеса». И каждую неделю мои студенты из интернет-пространства достают информацию из печатных изданий, как и чего делает бизнес во благо жителей того или другого города или региона. И вот у них просто целая карта социально-ответственного поведения бизнеса и разных компаний в разных регионах. Студентов попрошу. Это не сразу понятно. Это не завтра они там придут, скажут, я вам там пару лет. Там есть только один нюанс. Вот это социально-ответственное поведение, это добровольная линия. Вот так же, как у нас. У нас в крае есть очень интересные примеры социально-ответственного поведения бизнеса. Например, та же ассоциация риэлторов. Когда они начинали свою профессиональную деятельность, у нас было очень четкое сочетание черный риэлтор. И те, кто были щепетильны, профессионально щепетильны, они объединились для того, чтобы демонстрировать и утверждать другую практику поведения на этом рынке. И то, что делают они, например, совершенно бесплатно для жителей края, проводя бесплатное консультанции, как правильно вести себя на рынке имущественном, когда к ним на прием приходит по 400 человек в день бесплатно, я думаю, что вот это один из примеров такого социально-ответственного поведения. заинтересованы в позитивном имидже риэлтора, который может стать реальным помощником человека, а не врагом и не мошенником. и вот я так говорю, что тут есть одна деталь существенная, это добровольный выбор, но стимулировать бизнес к этому ожидаемому социально-ответственному поведению может а. общественность, б. органы власти. Ну это в другом случае совместное решение, одно другого быть не может. Ну что, я думаю, что вот да, извините. информация еще вот здесь говорилось, что достаточно много информируют различные встречи руководители образовательного учреждения. Вот у нас есть пункт по поводу того, что мы мониторили ситуацию с субсидием. Я еще, коллега моя, мы позвонили по перечню детских садов, у которых есть лицензия. Я представлялся родителям, которым хочет устроить ребенка в детский сад. Мы там много разных вопросов задавали, в том числе вопрос по субсидированию. Значит, нам было важно узнать, сколько оплаты на сегодняшний день в месяц, есть ли дополнительные платные услуги, получают ли детский сад субсидию, как это сказывается на оплату за детский сад и в конечном итоге какая-то все-таки оплата на сегодняшний день родителям. С чем мы, собственно говоря, столкнулись? Во-первых, оплата за детский сад колеблется у нас то, что проговаривают от 8200 до 18000. То есть, озвучивают родителю, что такое оплата. Помимо этого, озвучивают суммы вступительных взносов. Не во всех образовательных организациях это есть, но колеблется от 12 до 15 тысяч. То есть, разово нужно еще эти деньги принести. Плюс в каждой образовательной организации есть дополнительные платные еще услуги. Плюс к этому это от 200 до 350 рублей одно занятие. Это еще плюсом. Значит, по поводу информации в части субсидии. Вот в одном образовательной организации нам сказали, что вообще они не знают про субсидии. сказать ничего не могут, будет известно в мае. Другой организации сказали, что субсидия будет с 1 июля и будет составлять называют цифры, какие будут составлять. Они коррелируют с теми, которые предоставляют. Другой организации сказали, что от 4 до 4,5 тысяч в месяц субсидия. Руководитель этой организации сказал, что они вообще не получают эти субсидии. Хотя, да, договор есть, а им их не платят. Дальше. В другой организации нам сказали, у нас пока лицензии нет, но когда мы получим лицензию, тогда будет так называемая скидка для родителей. В следующей организации нам сказали, нам ответ не дали и привязали к отказам от маминого выбора. то есть, вот вы отказываетесь с маминого выбора, собственно говоря, вот, как бы, вот ваша эта скидка. В другой сказали, субсидии не получают из бюджета, хотя договор заключен. Это еще другая организация. То есть, деньги им не платят. Ну, они так говорят. То есть, как бы, в следующей организации размер субсидий не разглашается. Просто мы не можем вам сказать. То есть, как бы, вот, еще в другой субсидии получают конкретную сумму. Отказать назвались. Да, это копейки какие-то, которые не стоит даже упоминать. То есть, следующий, ну, вот, то есть, вот, родитель, который звонит, ну, допустим, который ничего не понимает, да, ему говорят, смысл такой, вот сколько вы платили, столько вы будете платить. А там, ну, когда-нибудь, может быть, если вот вдруг придет, вам пересчитают. Копейки. Я не говорю о том, что это вот система, да, есть, которая вполне корректно выдает. но основная масса складывается впечатление, что вообще никаких субсидий-то нет. И, то есть, то, что получает родитель, то есть, информация скрывается, либо искажается, и не влияет на, и не влияет на оплату за детский сад. Понятно, что мы прикидывались вот этими, которые умеют разговаривать, главное, да, если позвонит родитель, будет блог спрашивать, субсидий-то нет. То есть, мы как бы вот так потихоньку у них. то есть, да, в конечном итоге у нас получилось, что детский сад стоит 14 тысяч, 14, 12 тысяч, а плюсы единичные, абсолютно единичные случаи. Я уже перезвонила, она мне подтвердилась. Ну, может, это единичные. Ну, то, что я свой пример лично знаю. Да, 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 да. Ну, вот и стоимость, субсидий составляет около 8, да, 7, 7, 800, Мамин выбор составляет. Ну, вот в одном детском саду и назвали про это. Нет, ну, так они правильно говорят, если нужно от мамина выбора отказаться, то получат субсидии. Ну, они должны субсидии. А, ну, в настоящий момент, да, есть государственные учреждения, которые субсидии не получают, потому что до сих пор их дети получают мамин выбор, потому что это два взаимоисключающих процесса. Есть субсидии получают у них по заявительному характеру и они на комиссии по рассмотрению их заявок одно из главных условий они предоставляют информацию об уменьшении родительской платы на размер суммы субсидий из двух источников из краевого бюджета и из местного бюджета. Только при вот этом. Тогда речь идет о том, что нам вот в этой конструкции нам бы хотелось помощь, да, чтобы информировать родителей об этих субсидиях. Тогда, получается, если участники нас не слышат или не хотят или каким-то образом юлят, да, ну, или делают вещи, что не слышат, тогда нам уже важно понимать, чтобы родители четко, грамотно понимали, что есть вот субсидии, вот такие-то размеры, и если они ходят в частный детский сад и не получают с сегодняшнего дня, скажем так, мамин выбор, они имеют право написать заявление на получение субсидии. Заявление впишется в детский сад, да, я так правильно понимаю, от родителей все равно заявление в детский сад. То есть вот это информирование нам бы принято. Вы были в детских садах и в районах, как я ловлю. Детские сады, наверное, не будут, но какое-то время не будут, а в районах хотелось. в детский садах нет, а почему детский сад не будет? То есть подготовили листовку для родителей, теми она должна быть в каждой группе. Ну, согласна. Да? Ну, если они для себя приняли о том, что они открыты к этой информации и готовы в открытую говорить все, что есть на самом деле, то да, а там будет листовка это держать. Значит, поликлинику, как вы правы, там все стереотически бывает. Ну, это вопрос такой, так скажем, они нам предоставляют еще кроме того документа, где они подтверждают, что уменьшается родительская плата, кроме того, они нам приносят договоры с родителями, где указан уменьшение этой родительской платы или сколько она составляет. Да это уже сейчас нет или что-нибудь планируете, так было? Нет, это вот сейчас те люди, которые заходят на получение субсидий не государственного учреждения, они эту информацию нам предоставляют. Прежде чем получить субсидию. Конечно, только в рамках предоставления они только тогда получают субсидию в порядке у нас предоставление субсидий но надо информирует получается родители чтобы они понимали свою правду до того как они приняли решение получается что пока ты до садика не дошел и договор не подписал тебе вот дают выдают вот такую фигню извините вот в итоге получается что не можешь принять решение катигры так все равно 15 и ты получается до садика не доходишь до час получается а если вот он бы дошел да с учетом этого он бы не понимал что это столько-то это столько потому что понятно что договор заключит там все уже по-человечески нужно содержать на части как это это уже технология царапанное радио быстро работать ну и я думаю что если будет такой очень понятный и внятный текст короткой листовки если это вы хотите посетить детский сад вы должны узнать он получает или нет субсидии если субсидия она составляет столько-то на это количество должна быть уменьшена ваша родительская плата то есть вот такими понятными фразами может быть нам действительно и я понимаю вашим сайтом мы готовы разместить эту информацию на департаменте есть ресурсы как-то эти листовочки распространены мне кажется можно это давать но и в целом насколько это возможно вот то что идет в процессе переговоров та работа которую ведет сегодня департамент и администрация по увеличению количества мест по процедурам которые идут с частниками в том числе с бизнесом насколько возможно предоставление этой информации в открытом пространстве а в рабочей группе там я имею действует не в деловой части а вот просто для родителей вот потому что есть канал части родителей часть принципиально замыкаются там на других инициативных у нас одно время мы размещали информацию о негосударственных учреждениях на нашем дошкольном портале но нас обвинили как это называется в конкуренции в создании хозяйственных средств и преференций да то есть вот в таком плане мы не можем поэтому у нас идет в рамках адресной работы внутри и сейчас мы эту работу на районное образование ну как бы замкнули потому что до тех пор пока было их не так много негосударственников да у нас здесь центр консультативный но в департаменте образования все знали там нашу олю ее все там любви любили лели негосударственники любую консультацию она оказывала как родителям так и негосударственному сектору настоящий момент мы решили в каждом районе чтобы ну во первых у начальника районного отдела во вторых у специалиста подошкольного образования тоже образовались контакты с негосударственниками и чтобы это уже работа была ну точно так же как с садиками муниципальными точно также и с негосударственными будь то центры развития хоть лицензированные хоть не лицензированные но вот в открытом доступе каким-то образом предоставлять такую информацию мы не можем мы издаем путеводитель даже для дошкольника где печатаем вот всю информацию по негосударственным учреждениям но это в рамках вот у нас ярмарки обычно происходит вот там 1 сентября да у нас проходит ярмарка умный ребенок на дошкольников направленная а вот официально была хорошая история мы прям такой сайт постоянному пополняли но к сожалению нам это запретили там в этом то варианте да кто получает судьи и кто нет я то про то чтобы может быть когда начнется консертование вот с позиции конкретного родителя что на что я могу предмет давать там или горячая линия постоянная как например министерство здравоохранения открыли сейчас возникла проблема с лекарствами они создали горячую линию временную по этому поводу может быть вот то что на переговоры представляется чтобы люди могли посадить не в пересказе моем или вашем а чтобы они лично могли удостовериться как это может быть подумайте о таком формате но только там надо посадить очень все знающих людей это конечно мы мы обязательно планируем прямо целое медиа сопровождение этого процесса с мая месяца вот когда у нас будет готова вся нормативная база то однозначно мы подумаем и и традиционные и нетрадиционные формы для того чтобы максимально разъяснить всем всем заинтересованным лицам горячая линия думаю однозначно что у нас получилось по результатам сегодняшней сессии переговоров и так что мы обозначили ряд вопросов которые необходимо проработать и той и другой стороне во первых было озвучено да было было озвучено по результатам мониторинга родительского да что есть некий дефект информирования родительской общественности и детских садов в том числе частного сектора о имеющихся возможностях в этой связи было выдвинуто предложение разработки некой листовки которую можно было бы распространять дошкольных образовательных учреждений в медицинских центрах в отдел районного образования для того чтобы родители имели возможность получить полную информацию о имеющихся возможностях у меня вопрос к вам и к вам и к вам кто возьмет на себя разработать примерный текст этой листовки в департамент образования когда вы сможете это сделать листовку ну и это в течение недели дали листовка касается частной по частной сети я бы конечно взяла все до конца апреля потому что мы для себя всю вот информационную что атаку планируем на май месяц но мы листовку можем листовки частных сетей мы можем сделать он прошел Представленную функционную продукцию обсудить с точки зрения понятности профессионала и составляют на своё лицо, а пользователям надо на другом языке это всё. Или, кстати, институты. Нет, я думаю, что мы с вами собираемся, когда будет готова листовка. То есть я правильно понимаю, что к концу апреля вы какой-то текст листовки отправляете, наверное, в Татьяну Ивановну. Татьяну Ивановну, да. Татьяну Ивановну пересылают представителям общественности для согласия. Вопрос возник ещё по поводу информирования. То есть состава информации, которую на сегодняшний день можно транслировать. Скажем, вот та информация, которая здесь у вас представлена. Как вариант, может быть, её перевести на доступный для родителей язык в плане, предположим, садов, которые имеют возможность получать субсидии, которые лицензируются, и общего количества мест, которые могут быть предоставлены. И эту информацию распространить. Мне показалось, что та информация, которая детализирована, представлена в печальном варианте, и та информация, которая была представлена на столе в устном варианте, отличаются. Вот та, которая представлена была Екатерина Владимировна, она более конкретна и точна. Вот может быть в этой логике информацию сделать, подкрепив некоторые статистики, которые нам дали ранее. Для целей возможного распространения сейчас. Вот это мы сделали? Вот это распространение? Да, да, да. Но мне показалось, что когда Екатерина Владимировна говорила, что вот у нас в этом году сколько-то мест, а и дополнительные тем, что представлено ранее для уточнения. Мне кажется, в логике, где Екатерина Владимировна, это звучало более... Подождите, подождите, я ничего не могу понять, как уточная информация у меня запуталась. А здесь другая информация, здесь речь идет, здесь вообще о новой сети нет, здесь только есть о новом строительстве. Ну, а потому что не запрашивают. Вы говорили, что издание, которое выходит из реконструкции, что для нас важно было, и общее количество мест. То есть, с учетом того, что на сегодняшний день администрация не озвучивается, ну, по определенным причинам, в том числе о ходе переговоров, да, состав, какой состав информации, какую информацию общественность может предоставить? Просто информацию о развитии сети, да, то, о чем говорит Екатерина Владимировна, да, ее не запрашивали, да, поэтому это разные виды информации. В принципе, мы можем подготовить информацию о развитии дополнительных местах, о реконструкции, ну, что мы делаем. Ну, вот это, я так понимаю, что можно размещать здесь информацию, здесь чуть-чуть. Это можно, да? Это вообще доступная. Она будет дополнена, тогда тема, чем вы делаете. Ну, в развитии сети мы дополним. Просто тому, что уже есть. И вопрос к вам. Как вы сможете это у себя как-то на сайтах разместить для того, чтобы родители... То есть, размеры субсидий для частных организаций, в год, в месяц, в количество учеб. Когда вы сможете подготовить вот этот хвостик? Мы тоже до конца недели мы развитие сети направим точно так же. Дополнительную информацию. Есть вопросы, которые изучают, почему образовательная услуга для детей с полутора до 12 лет. Мы не все со стороны муниципалитета стоим за одну, а со стороны... Нет, для частных одна, для муниципалитета другая. А, про нормативную точню. Сейчас мы не ждем этого ответа, но мы попросили, что мы это смотрели. В крайней степени, это тоже конкретный вопрос, который я отвечал, не счастлива в теле. Я, например, не смотрела этот федеральный канал, когда речь шла о том, что какой-то чай, какой-то муниципальный детский сад в Термии сейчас продается. Это 8 миллионов. В июне 2012 года. Вчера это показано по первому каналу, что в БМС нашли нарушение. Потому что администрация города Термии... Уфас. Да, да. Вы уже сбиваете нас. Администрация города Термии в 2013 году, в июне 2013, стоимостью... 13 лет. Уфас. Да. Уфас. Да, уточните. Как раз, да. Потому что центральные телевидения... Они прошло и вот сейчас, мы не только нарушения всякого... Давайте уточним эти все вещи. Еще что-то надо уточнять по информации? Или достаточно будет информации, которая добавится в лодки Екатерины Владимировны, на пилюсе имеющиеся. Вот давайте мы получим вот эту заполученную... Услуги для детей с полутора до... Можете это взять на себя. Сколько вам... Услуги для детей с полутора до консультаций с министерством образования... Да. Сможете проконсультироваться? Сможем, конечно. Сможете. Сколько нужно для этого времени? Давайте, да. То есть мы все ставим до конца апреля, да, примерно? Ну, я бы все-таки провела данную консультацию с карты до 6-ти групповка. Перемьгоркому учебу, Кировский район. Вот с точки зрения стандарта присылать... Здание Перемьгоркому учебу, Кировский район, можно сказать. Здание Перемьгоркому учебу. Так, я поняла. Ну, так же до конца апреля, да, да. До конца апреля, да, да. Да, значит... Два вопроса. Ну, если бы это было, может быть, и здание детского сада, но, видимо, уже 100 лет назад подданных с этих дам. То есть это не функционирующие... То есть они могли бы выставить здание свое, если оно у них... Это с чего мы с вами начинали разговор? Здесь написано Перемьгоркому учебу, Кировский район, Мужская демица. То есть это здание Перемьгоркому учебу. То есть которое когда-то... То есть это сейчас получается... Что это получается? Ты как один. Ну, при той потребности детского сада, опять безответственная социальная точка зрения появилась. Если это 100 лет назад, то там, может быть, уже и детский сад. Иными словами, информация не до конца точная, да, была предъявлена по Первому каналу, значит, требуется уточнение. А у меня вопрос на что это влияет. Как мы сейчас можем эту ситуацию поменять, изменить или для чего нам это надо? Ну, вообще, было интересно. Я говорю, за один день, даже за полдня, мы не успели поднять эту информацию, что это было за дату, да, чье оно было и так далее. Буквально вчера вечером мы уже встретились, сегодня попытались, что это было, но не успели. Поэтому хотелось спросить, как раз когда решила о настройке, о восстановлении детских садов, что это узнать по этому адресу. Ну, вот, был ли детский сад, да, то есть узнали, нет, что не было. Есть ли необходимость дальше эту тему, вот вопрос. Далее у нас в качестве пожелания со стороны администрации департамента прозвучала возможность пропагандирования, лицензирования частных детских садов, да, с точки зрения лицензии не как обременения некого, а как гарантии качества предоставляемых услуг, был запрос к общественности. В этой ситуации вы могли бы продумать какое-то, ну, мероприятие, которое были бы направлены на, как сказать, ну, рекламирование, наверное, не очень корректно применительных социальных услуг, на продвижение возможностей лицензирования частных образовательных учреждений и частных центров дошкольного образования. Что вы можете сделать как общественность? Если говорить вот о той аудитории, которая у нас есть, мы у себя можем разместить, да. Если говорить о какой-то системной массовой информированности, да, то есть тут нужно говорить о том, кому это, опять же, будет выгодно и интересно, и то для разработок проекта, мы, у нас есть человеческий ресурс, вот, систему информирования, то есть мы при том, проекте, который у нас есть, мы через полгода практически дойдем до каждого родителя. Прекрасно. Вот, но там есть определенные условия реализации включенности в этот проект, вот, если кто-то готов в этом участвовать, то есть мы готовы, вопрос сотрудничества с нами. А вы сможете его презентовать в следующий раз? Ну, кратко. Ну, да. Да, для того, чтобы задействовать в том числе ваш человеческий потенциал, который у вас имеется. Значит, и у нас остался вопрос, это по поводу того, как привлечь бизнес, да, к тому, чтобы, значит, они участвовали в застройке, в том числе, может быть, создание каких-то преференций, либо, я не знаю, формирование общей социально-ответственной культуры, да, может быть, есть смысл подумать и вам, и вам на том, в каком формате это может быть, да, и что, и что можете вы, как общественность, сделать, выйти там, не знаю, с какими-то предложениями. И, может быть... Мы после, по результатам нашей встречи, можем, так скажем, высказать такое предложение и вот направить его, я думаю, начать на губернаторе. Я думаю, что... То есть он готов инициировать, и мы со своей стороны готовы, как общественность, выходить на тех, тот предполагающих, мы социально-ответственный бизнес, и начинать организовывать, вот. Но не с подачи самих нас, как общественности, но в том числе с подачи, там, губернатора и... А почему вы не губернаторе? Я не говорю о губернаторе, как и человек, а вообще о той власти, которая... Власть это... Вот вообще социально-ответственный бизнес в мире начался с претензий общественности. По факту нарушения прав экологических бизнесов. Я к тому, что, мне кажется, мы должны параллельно вести эти деньги. То есть надо обратиться к губернатору, ну, как бы... Я могу по результатам процесса, если вы помыщите, переговорить с Виктором Пёдоровичем о необходимости встречи, но инициирую встречу с ассоциацией строителей, в том числе, и молодая часть. Мне кажется, здесь... Ну, параллельный процесс. В любом случае, это не говорит о том, что... Да, да. А мы со своей стороны, естественно, можем направить, ну, для начала какие-то письменные обращения в адрес, там, сформулированные совместно нами здесь, да, для того, чтобы, ну, начать этот процесс, да, посмотреть реакцию, посмотреть реакцию, да, посмотреть достатистические данные, потому что, ну, они не владеют, ну, ситуацией, может быть, не нужно, а... Я думаю, что здесь необходимо... Необходимо говорить о какой-то общей, совместной, согласованной программе действий, да, которой в итоге по результатам этих переговоров вы должны здесь прийти, да, соответственно, должен быть запрос о том, что необходимо, наверное, со стороны администрации в плане какой-то общественной поддержки. С вашей стороны должны быть какие-то предложения, что вы готовы были бы сделать. И мы должны их согласовать. Мне кажется, мы должны принять во внимание, что администрация, руководители администрации уже проводят переговоры со строительным бизнесом, то есть они это делают в индивидуальном порядке. Но общественность считает, что может быть еще такое политическое обращение к строительному бизнесу со стороны руководства края, поскольку многие позиции определяются и на краевом уровне, говоря о том, что вы тоже начинаете какие-то движения в сторону бизнеса. И правильно? Потому что администрация уже начала, города имеют, уже начала эти переговоры, и нам важно со всех сторон посмотреть возможности влияния на бизнес. Как вариант, мы эту петицию можем составить как обращение к руководителям бизнеса и начинать подписывать эту петицию, и потом письменно получать. Ну, петиция, можно действительно обращать встречу для обращения, для просить встречу с ассоциациями бизнеса, с первыми лицами. Почему нет? Это нормальное ожидание общественности города. Тем более, многие, насколько я знаю, являются депутатами того или иного уровня. Может быть, действительно будет возможность продумать систему некого стимулирования, да, там, я не знаю, и с другой стороны ответственности бизнеса за неисполнение, да. Это не мы определяем, значит, неисполнение. По итогам сегодняшних переговоров также у нас будут некие результаты, сформулированные мы их разошлем, и тогда у нас, значит, остается, остается еще два вопроса, которые нужно будет обсуждать. Давайте определим дату, когда мы встречаемся. К концу апреля вы подготовите, нужно будет время для того, чтобы ознакомились. Вы, да, соответственно, согласовали. Так, система какая-то мероприятий по информированию, по рекламе, продвижению, то есть проект у вас некий есть, вы его презентуете, может быть, также заранее презентуете, чтобы у нас не было необходимости здесь презентовать. Сможете направить в письменном виде на адрес Татьяны Ивановны, чтобы Татьяна Ивановна переслала дальше. Когда тогда мы встречаемся? Я пока встречаюсь после того, как у нас будет готова вся информация по 4-часовой услуге. Это когда? Иначе мы опять будем там, вокруг одного и того же проекте. Да. Представлю, что нужна как критика, что готовы предложить родителей. А мы сегодня как бы консервировали, а вот варианты решения у нас они прописовывают. Когда будет готова информация по 4-часовой услуге? Нет, понятно, что после 9-го. То есть складываемся на месяц? Ну, по сути, да. Ну, там, потому что... Ну, там, да. Тогда, когда? Можно прямо через неделю? Давайте. Можно в каждом понедельник? 28-го, да. Ой, через неделю, 21-го. 21-го. Чтобы потом не накапливались вопросы валом, чтобы потом постепенно решать. У вас была практика, кстати, вернуться к тому, что состоялось и не состоялось два года назад, и с учетом неизменившегося грязного комплектования, мне кажется, что это можно было бы больше. Да? Да. Денег в вас, первое. Не будете? Тогда давайте посмотрим, что происходит. И Людмила Анатольевна не будет еще. Угу. И Людмила Анатольевна еще не будет. 28-го. 28-го я и предлагала. 28-го, понедельник? Да, это через 28-го, понедельник, в 6 часов встречаемся здесь же, да? До 28-го числа вы какую-то блок информацию сможете, да, подготовить? Как раз информацию за день, да. Чтобы было понятно. То есть, если что, можно будет сразу. А можно и тот вопрос, который мы будем обсуждать, да, об общественном контроле. У вас есть уже какие-то предложения? Какие могут быть? Может быть, вы тоже направляли? Для того, чтобы было удобнее, потому что... Да, да, да. Хорошо? Также через Татьяну Ивановну куда направите? В течение недели отправите, да? Чтобы можно было. Хорошо, договорились. И по вопросу, который звучал, просто сейчас вот Селена Станиславовна из интернета вытащила по поводу продажи зданий. Губернатор пригласил к себе сети менеджера, отметил, что появление вообще этого федерального сюжета – это деятельность Нарварного фронта. То есть, увидев это, передали Москву, что это было показано. Губернатор позитивно оценивает инициативу общественности. Сети менеджер пояснил, что это здание 56-го года постройки 20 лет назад использовалось под детский сад. Затем, поскольку здание расположено было в промышленной зоне завода Кирова, по личному назначению эксплуатировалось заводом имени Кирова. В 2005 году была передана муниципальная собственность. В 2010 году решением первых городской думы здание мречно было исключено в план георгизации, поскольку ни для каких муниципальных нужд, особенно социальных, оно не могло быть использовано, поскольку находится в промышленной зоне. Вот было проведено несколько аукционов, никто из потенциальных покупателей проблем проявил. Вот в итоге та информация, которую вы сказали, и несмотря на то, что вот эти аргументы звучали, сети менеджер, господин Самойлов, заявил, что они все-таки инициируют обращение в прокуратуру, чтобы еще раз был проверен процесс продажи здания с точки зрения соблюдения всех законных процедур. Вот эта информация сегодня размещена. Поэтому нам возвращаться к этому. К примеру, не в этом месте нет, поскольку из них занимается лично губернатор Дмитрий Иванович. А теперь уже проходит. Ну и в завершение хотелось бы сказать, во-первых, поблагодарить за достаточно продуктивную, на мой взгляд, сегодня работу, поскольку были обозначены те проблемы, которые мешают реализации права на дошкольное образование. И мы переходим потихонечку к обсуждению тех вариантов, которые могут быть приемлемы при активном участии и той, и другой стороны, для решения именно конкретных проблем. Пусть не сегодня, пусть в будущем, но тем не менее, пути продвижения на сегодняшний день в решении данных вопросов то или иное имеют, как бы очерчиваются, да? Да, в системе дополнительного образования. Спасибо. Спасибо.